В набережных Челнах стартовала запись в первые классы. Каждая школа выбирает свой день начала приема будущих учеников. Главное условие по срокам не позднее 1 февраля. Многие челнинцы хотят отдать детей в гимназии и лицеи. Именно здесь во время записи отмечается особый ажиотаж. О проблеме учителей и родителей будущих первоклассников расскажет Эльмира Гайнуддинова. Время на часах 18.10. Двери гимназии закрыты. Те, кто пришел в образовательное учреждение недавно, не могут попасть внутрь для написания заявления о приеме в школу. Николай Асабаев хочет, чтобы его дочка училась в первом классе именно в 76-й гимназии. По словам мужчины, о том, что заявление принимают сегодня, узнал случайно. Я работаю до пяти, пока добрался, соответственно, в шесть и уже не пускают. Что будет дальше, я же не знаю. Завтра попробую еще прийти. Запись в гимназии началась с 7.30 утра, но родители пришли в школу гораздо раньше. Ведь примут только тех, кто успел попасть в заветный список в числе первых. Они с пяти часов уже. Я пришла после седьмого уже здесь, наверное, по-моему. Я в 10 утра был здесь. Какой был по счету? 110-й, что ли, был по счету? Сказали, что если сегодня не успею, то, значит, прием больше не будет. 130-й, я сегодня пришла к 12-й. Официально прием заявлений продлится до 1 февраля, но в 76-й гимназии первый класс укомплектовали за несколько часов. Предписание о формировании списков будущих первоклассников исполком подготовил в понедельник. Во вторник в школе появилось объявление о дате приема заявлений. Ряд родителей считает, что в гимназию имеют право поступить только те, которые прошли диагностическое тестирование и имеют пятый высокий уровень. Согласно закону, в гимназии имеет право учиться любой ребенок. По тем правилам, которые действуют, ребят зачислят в порядке живой очереди в определенный день. В гимназии номер 76 откроют три первых класса, количество школьников 75. На сегодня заявление о зачислении в образовательное учреждение написали более 140 родителей. А это значит, что у каждого второго ребенок не попадет в гимназию. Таким образом, в гимназию попали дети, которые были в списке с первого по 75-й. С 76-го по 145-й получили отказ из-за отсутствия мест в образовательном учреждении. Но у этих родителей есть шанс попасть в другие гимназии и лицея. Завтра начинается прием заявлений в не менее престижные школы.